А, это вы? Очень рад, мистер Старпетер. Я вас ждал утром. Я расхворался. Знаете ли... Когда вас вызывают, вы должны являться. Законопроект был возвращен в комиссию. Зачем? Разве вы мне были переданы мои распоряжения? Произошла ошибка. Вы не пользуетесь больше влиянием в Сенате. Скажите, я найду другого. Мне не нравится, когда со мной так разговаривают. Мистер Старпетер, я занимаю определенное положение в моем штате. Администрация вашего штата принадлежит мне. Оставьте мусор в покое. Вы стали сенатором только потому, что мне было угодно. И так же легко перестанете им быть. Понятно? Законопроект должен быть провален. Он будет провален, сэр. Надеюсь, тихо, без газетной шуми. Все будет как вам угодно, сэр. Это все. Может быть, мистер Нокс прольет нам свет на этот вопрос? Просим, мистер Нокс. Я умираю от любопытства. Надеюсь, бесстрашный трибун Конгресса не струсит здесь среди друзей. Я не подозревал, что вас любят поговорить на такие темы. Так в чем же, по-вашему, зло, мистер Нокс? Я думаю, господа знают не хуже меня о причине зла. Она в краже. Какая романтическая идея. Значит, если у вас что-нибудь есть, вы это украли. Вот именно. К примеру, у меня есть автомобиль. И что? На ваш автомобиль потрачено немало труда. Думаю, не вашего. Конечно, нет. Я его просто купила. Тогда вы, очевидно, в поте лица отрудились над чем-нибудь другим. А потом обменяли продукт своего труда на автомобиль. Но если это не так, то это и есть кража. Но не слишком ли узко, мистер Нокс? Возьмем меня. А я, деловой человек, и автомобили не краду. Или по-вашему краду. Докажите. Извольте. Вы контролируете железные дороги, промышленные предприятия, страховые компании, банки и другие кредитные учреждения. Вы распоряжаетесь винной долей капиталов страны и знаете, что остальные капиталисты покорно пойдут за вами следом. За последние несколько лет основной капитал американской промышленности был раздут на 70 миллиардов. Из 5% годовых это 3,5 миллиарда чистой прибыли. Это значит, что ежегодно потребитель платит за товары на 3,5 миллиарда больше, чем они стоят на самом деле. Не так ли? А потребитель это народ. Зачем же тогда спрашивать, что такое кража? Ну разве за то, что я управляю десятками предприятий, мне не полагается вознаграждение? Разве не делают 2 доллара там, где раньше делали 1? Но ведь 2 доллар остается в вашем кармане? Да, но если бы это было кражей, правительство запретило бы это. Знаете, когда говорят о правительстве, я вспоминаю анекдот о 4 тузах. Обожаю анекдоты. Дело было в Неваде. Новичок наблюдал за игрой в покер. Стоя за спиной банкомета, он увидел, как тот сдает самому себе 4 туза, вынув их из рукава. Он подошел к игроку, сидевшему напротив, и тихо сказал ему, я видел, как банкомет шельмует. Ну и что сказал тот? Не путайся не в свое дело. Ты ни черта не смыслишь в этой игре. Сейчас карты сдает он, а потом буду сдавать я. Мистер Нокс репетирует свою завтрашнюю речь.